Господа, сегодня мы поговорим о семи вещах, которые есть у мужчины, одевающегося с иголочки. Да, они могут показаться странными. Вы готовы? Начнем. Первое в этом списке – щетки. Да, расчески для волос – это обычное дело, но мало иметь одну расческу. Их немыслимое разнообразие, и у них разное предназначение для ваших волос. Они формируют разные причастки. Вы поймете, что рельеф, форма – все это важно. Вы можете взять с собой в путешествие хоть такую складную, и это только вершина айсберга. Потому что есть щетки для ногтей, щетка для одежды, а для вашей обуви также придумано множество щеток для разного применения. Щетка для нанесения крема. Я могу продолжать. В результате красиво одевающийся мужчина обладает большим количеством щеток, чем обычный парень может подумать. Далее, одетый с иголочки мужчина носит скрытые вещи, которые вы никогда не увидите, которые позволяют выглядеть великолепно целый день. Например, подтяжки. Они поддерживают ваши штаны, и вы не обязаны их показывать, кроме тех, которые используются как предмет моды. Еще зажим для галстука. Да, еще одна вещь необязательная для показа. И держат ваш галстук на месте. А эту вещь вы определенно не увидите. Но она делает большую работу. Держит вашу рубашку заправленной весь день. И заодно натягивает носки. Вы больше не похожи на кексик. Вы выглядите шикарно. Я носил нечто похожее в морской пехоте. Как и любой, кто носит форму. Офицеры полиции, вооруженных сил. Теперь вы знаете о силе подтяжек для рубашки. Следующий предмет не покажется странным. Ведь каждый пользуется утюгом. Но стоит понять разницу в качестве утюга, его строении. Вы поймете, что нужно избавиться от дешевки после того, как купите первый утюг за 30 баксов. Вы поймете, что вам нужно что-то получше. Понадобится керамическая поверхность. Да, вот этот хорошо выглядит. С уникальной формой. Так у вас появится второй утюг. Затем вы поймете, что вам нужен утюг в дорогу. И возьмете себе такой маленький. Затем вы поймете, что вам нужна топовая модель, сделанная в Германии с поразительными функциями. Паровая глажка. Шикарный утюг. Затем вы поймете, что и этого недостаточно. И возьмете полноценный отпариватель. Зачем останавливаться на утюгах? В какой-то момент вы сможете открыть свою химчистку. Чем еще одержимы отлично одевающиеся мужчины? Поговорим о вешалках. Это вы поймете уже в начале своего путешествия в мир стиля. И проволочные вешалки уже не будут выдерживать. Вы зайдете на Амазон и купите приятные бархатные вешалки. Да, они хорошо подойдут для рыбашек, но вам нужно что-то получше. Вам понадобятся деревянные вешалки. Затем вы возьмете специальные вешалки для ваших брюк. Затем пойдут вешалки для пиджаков. После того, как вы соберете весь набор, знаете что? Вы поймете, что ваша одежда заслуживает большего. И вам нужны вешалки со специальным оберегающим дизайном. С этим прекрасным вельветовым покрытием. Да их можно использовать как оружие. Нет, вы меня не так поняли. Будьте одетым с иголочки с полным набором вешалок. Отодвинем в сторону навязчивые идеи. И поговорим о пятнах, с которыми непонятно, что нужно делать. Вы знаете, что это? Может, это поможет? И еще. Все эти штуки... Нет, это не фонарик. Все эти предметы предназначены для очистки свитера от катышек. По опыту, простая одноразовая может с этим справиться. Но эти инструменты справляются чертовски здорово. Эта штука, в зависимости от типа свитера. И эта тоже хороша. Собирая наборы для спецчистки, будьте внимательны. Ваши друзья, испачкавшись, могут взять хоть эту губку и начнут чистить штаны. Нет, это для свитера. Если вы зайдете в дом к мужчине, который хорошо одевается, вы заметите, что мы любим порядок. Нам нравятся боксы. И вы увидите различные витрины, за которыми находится то, что мы носим. Вы начали носить солнечные очки, затем их стало 10 пар, вы поймете, что вам нужен кейс для очков. Немного странно, правда? Затем у вас появится кейс для ваших часов, потому что у вас появится уже коллекция. Затем одного кейса станет недостаточно для всех часов. Затем вы возьмете уже спецвитрину. Вам понадобится кейс для путешествий. И потихоньку вы будете собирать все эти боксы, чтобы все было на своем месте. Также вы не обойдетесь без коробки для очистки обуви, потому что вам понравится дизайн. Вы посчитаете ее достаточно полезной. Друзья, хорошо одевающиеся мужчины любят боксы. Теперь поговорим о мужчине, одевающемся с иголочки и обуви. Мы любим обувь. У нас даже есть витрины для нашей обуви. Нам нравится показывать ее людям. И когда мы убираем их надолго, держим в мешках, чтобы держать в хорошем состоянии. Это еще не странно, но мы покупаем специальные колодки, чтобы сохранить форму. Они великолепны. Советую. Когда мы обуваемся, используем ложки. Зачем? Большинство людей это не используют. Но эта манипуляция поможет прожить в вашей обуви дольше. Мы носим с собой запасные шнурки, мы понимаем в полировке обуви, ее кондиционировании, и у нас есть все, что для этого нужно. Да у нас больше товаров для нашей обуви, чем для наших тел. Крема разных цветов, норковое масло, седловое мыло. Можно устраивать дебаты о том, какой крем лучше. Таковы хорошо одевающиеся мужчины. Просто фанатичны. Сходят с ума по обуви. Ну что, друзья, что вы думаете? Дайте знать в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Поделитесь видео с мужчиной, который одевается с иголочки, и спросите, что Антонио упустил, что бы ты добавил? Я высоко ценю все, что мы создали здесь, на Real Men Real Style. И мы увидимся в комментариях под видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!